Всем привет, друзья! С вами я, Настя Гданова, и вы смотрите программу «До 17 и старше». Скоро выходные, и зрители часто задаются вопросом, куда же сходить в Москве. А я вам скажу, идите в парк, бросайте гаджеты и приходите сюда. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как возникла идея такого проекта и в чем его уникальность? Да, мы постоянно экспериментировали со всякими новыми технологиями. И вот впервые мы использовали искусственный интеллект машинного обучения Stable Diffusion, где мы пампели, обучали нейросеть, скармливые алмазы. Мы соединяли точки и вот получили вот такой объект. И получается, этот объект полностью спроектирован искусственным интеллектом. И после, когда мы получили вот эти все грани, мы сняли вот эти все размеры и вручную вырезали каждую грань и вот так вот ее крепили на сам этот объект. Как долго шла работа над объектом? Именно проектирование длилось где-то около двух-трех месяцев, а само строительство – пять месяцев. В чем же уникальность проекта? Уникальность этого объекта заключается в том, что это первый в мире объект, который спроектирован искусственным интеллектом и реализован именно как вот не в интернете где-то, а именно в реальности. И любой человек может вот здесь пройти и посмотреть на это, как именно были сделаны грани, как это все реализовано и сделано. Объект доступен для детей или также для взрослых? Ну, прямо сейчас у нас 80% посещений – это взрослые без детей. То есть именно взрослым, там даже такое относительно взрослые прям поколения, бабушки, дедушки, просто которые здесь часто гуляют в парке, они заходят, проходят и в ленточный лабиринт, и в зеркальный лабиринт. Сделан в таких ярко-розовых цветах, они все время выходят оттуда, смеются и там друг другу фотки пересылают. То есть это тоже для них это очень интересно. Что же ожидает посетителей в этом чудо-доме? Ну, как можно сейчас видеть, здесь вот розовый бассейн с шариками, за этой стеной большой ленточный лабиринт, и наверху на втором этаже там зеркальный лабиринт, и все в таких ярко-розовых цветах. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем парке и чем он отличается от других. Здравствуйте, смотрите, парк «Елочки» — это центральный парк в городском округе Домодедово. Он также является самым посещаемым, и основной акцент этого парка — это развлечения. То есть это и аттракционы, и услуги, и различные арт-объекты, про которые как раз-таки сегодня расскажут, и места для творчества. Например, это наша резиденция чудес, куда ребенок может прийти и сделать какую-то поделку для себя или в подарок. Также у нас есть досуговый центр, где у нас проходят занятия. Также для детей, для взрослых это есть и зумба, и йога, и детские танцы. То есть там и мама может дать ребенка на танцы, сама пойти на йогу, тоже провести время с пользой. Также у нас есть активное долголетие для бабушек и дедушек, которые сейчас на пенсии, у которых есть время посвятить себе это время. Есть и художественные мастер-классы, и хореография даже у них в этом году появилась, и также ходьба скандинавская с палочками. Это прям очень популярно у нас. Скоро Новый год, и люди уже строят планы на праздники. Расскажите, что у вас будет происходить в эти дни? Будет проводиться ряд мероприятий совместно с открытием нового объекта здесь рядом, с открытием светового парка. И здесь будут каждый день проводиться какие-то выставки и мероприятия, розыгрыши и вот тому подобное. И здесь будет очень весело именно там с 20 декабря и по 10 января. Ожидается ли Дед Мороз со Снегурочкой? Классный вопрос. Здесь на самом деле будут дежурить и Снегурочка, и Дед Мороз с 10 до 10 вечера каждый день. Друзья, теперь вы точно знаете, куда идти, чтобы получить множество эмоций и впечатлений. Привет! Привет! Расскажи о своих впечатлениях. У меня впечатления очень большие от этого места. Что тебе больше всего понравилось? Мне больше всего понравился ленточный лабиринт. Долго выбиралась? Ну, сначала долго, а потом уже не так. А здесь вот эта ванна с шариками, как тебе? Тоже прикольно. Какая зона тебе понравилась больше всего? Мне больше всего понравилась зона зеркальной лабиринт. Ты почувствовал себя Алисой в стране чудес? Да, это моя самая любимая сказка, и, наконец-то, она у меня в жизни сбылась. Теперь я точно знаю, куда я пойду с бабушкой на Новый год. Каждый человек сталкивается со своими проблемами. Но если я буду искать выход, то я обязательно его найду. И то, что я в тупике, это не конец. Вы смотрели программу «До 17-й старше», а с вами была я, Настя Гдунова. Увидимся в следующих выпусках. Всем привет! Это рубрика «Всё о кино» и с вами Витя Беганский. В наших выпусках мы обсуждаем новости из мира кино и жизнь наших любимых артистов. Милош Бикович рассказал о съёмках фильма «Колоб 2». Сергею Безрукову 50. Расскажем о его перевоплощении в кино. Дмитрий Нагиев и его новая комедийная роль. Анна Асти рассказала о съёмках в современном новогоднем мюзикле. Топ-5 фильмов, которые рекомендуют звёзды. А эта новость будет интересна всем любителям кино. О чём же будет комедия «Холоп 2»? Смотри наш выпуск и всё узнаешь. На этот раз сюжет развивается вокруг Кати, которую сыграет Аглая Тарасова. Как в предыдущем фильме «Гриша», которого сыграл Милош Бикович. Итак, Катя избалованная девушка, которая позволяет себе кататься на дорогих машинах в нетрезвом виде, хамить людям, при этом оставаясь безнаказанной. Милош Бикович, я думаю, что продолжение «Холопа» может дать хороший импульс для всей киноиндустрии и поможет вернуть в кинотеатры зрителей. Да и просто поднимает всем настроение. Это довольно смелая история, рассказанная понятным языком. Но очень умело с точки зрения ремесла и творчества. Исправить человека не так просто. Покаяние и работа над собой – длительный процесс. В конце первого фильма мы видим, что герой готов к переменам, но находится в начале этого сложного пути. В новой части «Гриша» продолжит свою работу над собой, помогая измениться другим. А вы ждёте продолжения фильма, дорогие зрители? Пишите об этом в комментарии. Этот фильм поразит вас, игровая актёра. Сергей Безруков отметил свой 50-летний юбилей. Актёр с атомом солнца, как отметил Олег Табаков, сыграл отца русской поэзии Пушкина, а также голос нации Высоцкого. Его перевоплощение в кино каждый раз вызывает множество бурных обсуждений среди его поклонников. Казанова, Есенин, Пушкин, Высоцкий и главный экранный бандит страны – Саша Белый. Всех этих героев сыграл он, легендарный артист. У Сергея нет прижившегося амплуа. Он как в кино, так и в театре играет множество разных ролей, всегда удивляя своих коллег мастерством. Передача «До 17 и старше» поздравляет Сергея Безрукова с юбилеем. А какая из его ролей нравится больше всего вам, дорогие зрители? Пишите об этом в комментарии. А вот и самая горячая новость. Всенародная слава и признание пришли к Дмитрию Нагиеву достаточно в зрелом возрасте. Чтобы достичь своей великой цели, ему прошлось пройти долгий и достаточно тернистый путь, начиная от диджея в клубе, заканчивая ведущим Первого канала. По версии Forbes, Дмитрий Нагиев является самым высокооплачиваемым актером России. За один съемочный день он получает от 500 тысяч рублей, годовой доход шоумена около 3,5 миллионов долларов. «Нейросеть» предложила Дмитрию Нагиеву оставить послание для будущего поколения. Артист с удовольствием согласился. Ведь та мысль, что после нас останется новое поколение, стала для него оптимистичной. Нагиев сказал, что нынешние живущие люди идут странным путем. И предложил свой путь. Путь любви, доброты и счастья. Сейчас Дмитрий Нагиев приступил к работе над восьмисерийной приключенческой комедией «Кто быстрее». Фильм, который ждут все. Марго Робби, подвинься, ведь теперь Барби есть и у нас дома. А Настя призналась, что теперь сыграет эту роль в новой комедии «Иван Васильевич меняет все». Об этом певица рассказала в шоу Павла Воли. Теперь она споет в своем образе Барби. Поскольку, по словам звезды, ее сцена – это большой классный клип, к слову, культового ремейка советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Также участие примут Ольга Бузова, Тимур Батрудинов и другие знаменитости. Пока что подробности фильма скрыты. Однако продюсеры утверждают, что это будет современный мюзикл к Новому году. А сейчас топ-5 фильмов по мнению звезд. Внимание на экран! Ну, вы знаете, один из любимых фильмов – «Хороший год» с Расселом Кроу. Мне очень нравится. «Гладиатор» мне нравится. Русские фильмы мне нравятся. «Собачье сердце». Я люблю классику, вы понимаете. Мне нравится фильм «Идиот» с участием Андрея Миронова. Мне нравится сериал «Острые козырьки». Ну что ж, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Смотрите YouTube-канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А с вами был я, Витя. До новых встреч! Здравствуйте! Меня зовут Герасим Андрей Юрьевич. Я сердечно-сосудистый хирург-флеболог. И сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме, как варикозная болезнь. Как ее определить и как ее лечить. Варикозная болезнь – это расширение поверхностных вень нижних конечностей, которые случаются ввиду неправильно работающих клапанов. Клапан, вместо того, чтобы закрываться, он пролоббирует вниз, и ток крови идет не к сердцу, а обратно в ногу, приводя к застою жидкости нижних конечностей. Тем самым происходит появление выпирающих вен, отеков, тяжести и усталости в ногах. С какими жалобами необходимо прийти к флебологу на осмотр? Пациенты чаще всего жалуются на тянущие боли в нижних конечностях во второй половине дня. Это из ощущений пациентов. Визуально вы можете увидеть то, что ноги к вечеру становятся отечными, появляются при нажатии небольшие ямочки на голени. Отеки к утру чаще всего проходят. А следующая жалоба – это сводит ноги, крутит ноги, судороги в ночное время. Это тоже появление внутренних отеков, которые ночью спадают. В дальнейшем начинают появляться уже выпирающие вены синюшного цвета, извитые. Преимущественно это внутренняя поверхность голени. Также появляются сосудистые звёздочки, это эстетического характера, на бёдрах, на голенях, по наружной, по задней поверхности бедра. Следующим этапом – это появление атрофических язв. Они чаще всего располагаются на внутренней поверхности голени, и из них постоянно течёт жидкость. Это уже запущенные стадии, которые требуют незамедлительной терапии, как консервативной, так и хирургической. Отёки бывают разного характера. Это венозные отёки, сердечные отёки, почечные отёки. У венозных отёков есть своя особенность. Они появляются чаще всего во второй половине дня. Ночью, когда вы спите, они проходят. То есть утром вы встаёте с худыми ножками. А к вечеру всё то же самое повторяется. За счёт чего это образуется? Когда вены не работают, происходит застой крови. Сердце, когда сокращается, клапаны должны закрываться, и кровь вниз не идти. Сердце расслабляется, накрывается, и кровь идёт к сердцу. У поражённых вен эти клапаны не работают. И каждое сокращение сердца, ток крови сбрасывает в эту вену ещё кровь, ещё и ещё, приводя к расширению вот этих варикозных вен. Из-за большого количества и большого давления жидкости происходит выход жидкой части крови в ткань. И это приводит к отёкам в ногах. Следовательно, и отсюда появляется и тяжесть, и усталость, и судороги нижних конечностей. Вот поэтому вот это яркая жалоба венозной недостаточности, с которой нужно идти к специалисту. Основной метод лечения варикозной болезни – это хирургическое лечение. Делается это для того, чтобы исключить риски тромбообразования в патологических венах, либо появление трофических изменений – язв, лимфорей. Сейчас я вам расскажу о современной методике лечения варикозной болезни, такой, как клеевая облитерация. Биоклей Веносил – это американский клей, который используется во всём мире для заклеивания неработающих вен. В чём смысл хирургии? В том, чтобы закрыть неработающую вену. Данная операция делается без анестезии. Это полностью безболезненная процедура. После операции не нужно наносить компрессионный трикотаж. Кроме того, нет разрезов, нет ограничений. После операции пациент встаёт и спокойненько уходит домой. После операции вы занимаетесь всем тем же, что и делали до операции. Ограничений нет никаких. То есть операцию можно провести в любой день, в любое время дня. То есть это выходные, будние дни, вечером после работы заехали, прооперировались, поехали домой, отдохнули, утром снова на работу. То есть нет отрыва от производства. У данной процедуры практически не существует противопоказаний. Мы можем помочь людям с атеросклерозом, с диабетом, плохо двигающимся. Данная операция подойдёт также тем пациентам, у которых есть аллергия на любые виды местной анестезии, так как данная процедура полностью безболезненная и может выполняться без анестетиков. Самый пожилой пациент на я практике был в 94-х лет. После операции он встал, со мной поговорил и уехал домой. Самым грозным осложнением варикозной болезни является тромбоз. Последствием тромбоза может быть тромбоэмболия лёгочной артерии и летальный исход. Поэтому не запускайте своё здоровье. Если вы увидели данные жалобы у своих родителей, друзей, близких, отправьте их на консультацию к флебологу, и он уже определит, что дальше с ними делать. В настоящее время в медицине произошёл большой скачок, особенно во флебологии. Поэтому сейчас не нужны большие операции, большие госпитализации, разрезы, ношение компрессионного белья длительное. Сейчас всё это делается легко и просто. Как люди ищут своего стоматолога, так и вы найдите своего флеболога. Оставляйте свои комментарии и вопросы под этим видео, а я обязательно на них отвечу в следующем эфире. А с вами был я, сердечно-сосудистый хирург-флеболог Герасим Андрей Юрьевич. До свидания. Всем привет! С вами я, Александра. И я, Диана. И это рубрика «Хочу всё знать». Ну что, поехали! Из выпуска вы узнаете, откуда появилась фраза «Будь здоров». Самые милые животные. Почему же листья опадают? Самые необычные животные планеты. Будь здорова. А ты знаешь, откуда появилась фраза «Будь здоров». Нет, не знаю. А ты расскажи. Хорошо. Эти слова к нам пришли из Древнего Рима. У поверимых римлян душа человека обитала в его дыхании. И когда римлян чихал, то люди ему желали «Будь здоров». Они переживали, потому что душа может вылететь прочь. И тогда говорилось волшебное заклинание «Пусть боги спрячут душу обратно и дадут здоровье». И это переросло «Будь здоров». Вот и осень наступила. Столько в жёлтых листьях. А ты знаешь, почему листья опадают? Почему же? Листопад – это естественный этап. Осенний листопад не является следствием укушения поводных солей. Это наследственно закреплённое свойство. Сигналом к началу листопада является не падение температуры, как можно было бы подумать, а изменение длины светового дня. Если даже летом посадить в тазик с землёй дубок или клён и поставить его в комнату, то осенью у него облетит вся листва. И на это не влияет, что у него был лучший ход и тепло. Я хочу вам показать самых необычных животных. Знакомьтесь, гаитянский щелезуб. Вам хочется посмеяться над этим длинненосым малышом? А я вам не советую это делать. Потому что яд этого животного невероятно токсичен для человека. Придётся помучиться. Бойкие и активные щелезубы часто гибнут из-за клыков своих жуцаруличей. А самая смешная рыба в мире – это рыба-капля. Самое первое место занимает рыба-капля. Она получила своё первое место, потому что у неё самое унылое и усталое лицо в мире. Благодаря своей необычной внешности она стала звездой смешных анимаций, картинок и открыток. Я хочу рассказать вам о одной милашке. Одной не обидит даже мошку. Это белый листонос. Это летучая мышка длиной не более 5 сантиметров. Она всем своим миром пытается сделать дрозный вид. Так и говорит – отпусти меня, я ведь самого вообще не зла. Но не стоит его бояться, ведь она не кусается. Самки влюбляются пани самыми жёлтыми носами и ушами. Такие милашки. А вы слышали о таком животном? Нетопырь Дарвина. Этот обитатель водоёма явно собрался на самое жаркое свидание своей жизни. Но переборщил с макияжем. Мешочек, находящийся на конце плавника этого животного, излучает свет, приманивающий мелкую рыбёшку прямо в ярко-красные губы нетопыря. Ну что, на этом наш выпуск подошёл к концу. С вами была я, Александра. И я, Диана. Всем привет! Это рубрика «Мастер-классы звездой». И сегодня в гостях певица, актриса, автор, исполнитель Люся Чеботина. Привет! Приветик! И сегодня мы узнаем, какая Люся Чеботина вне сцены, вне концертов, вне инстаграма и вне обложек журналов. Люся, расскажи, как ты начала заниматься вокалом? Это приходило с возрастом или ты уже с детства осознавала, что станешь певицей? В детстве на уроках музыки в детском садике услышала педагог, как я пою. Не знаю, почему у неё пал выбор на меня. И она сказала, что надо было походить позаниматься. Она со мной дополнительно занималась, справила меня на конкурс. Мне было тогда 4 года, и я заняла первое место. После этого я начала говорить в семье, что я стану певицей. И не знаю, почему так произошло, но как-то я всё время с детства уже знала, кем я буду, когда вырасту. Хотя по факту, живя в Петербург-Камчатском, какие там могут быть вообще, в принципе, реализации? Да никаких. И вот как-то так всё в жизни начало случаться, что я реально свои мечты начала просто реализовывать, притягивать. И как-то вот я честно, вот даже спрашиваю, как это всё произошло, я говорю, я не знаю. Вот как-то вот, как-то да, как-то вот всё само. Какая ты вне сцены вообще, какой у тебя характер по жизни? Характер, мне честно, тяжёлый. И несмотря на то, что мама говорит, что в детстве я была очень милым ребёнком, сейчас в силу обстоятельств, в силу того, что у меня нет ни продюсера, ни контракта, ничего, я всё делаю сама. Я в себе какую-то выдрессировала, знаешь, такую мужскую, типа, хватку. И даже я вот недавно вспомнила, что я в себе расплакала. То есть, типа, вот, как ты знаешь, прям, я стала больше такой сдержанной, при этом очень жёсткой. И, но, при этом очень ранимой. И, ты знаешь, вот в душе я могу там вообще виду не показать, что меня что-то расстроило. Но на самом деле просто мне внутри всё здесь мир рушится. И если мы говорим про меня, какая я в общении с друзьями и, в принципе, с другими, то я постоянно шучу, прикалываюсь, у меня постоянно какие-то непонятные пранки, подколы. То есть, я вообще очень многогранна. То есть, на работе я очень жёсткая, в жизни с друзьями я, знаешь, такая, типа, хиха-хиха-хиха, там всякие шуточки и грязные, кстати, тоже есть. Вот. Ну, а, конечно же, в отношениях, если бы они были, я очень, знаешь, такая вот, именно понимающая, вот, там пытаюсь всегда всем помочь, там, найти свой путь истинный. А Люся, расскажи о своих предпочтениях в музыке. Кого ты слушаешь в машине, кто у тебя играет в наушниках? Ты знаешь, это по-разному. Это могут играть какие-то нью-скул русские исполнители, потом это может быть какая-нибудь Ирина Дубцова или Аллегрова, Алигрова, а затем это всё заканчивается в Уайлдснэк, там, и Сидиси, то есть, вообще, абсолютно, в музыке я меломан, и у меня нет каких-то таких, знаешь, предпочтений. То есть, у меня есть как и симфонии, так и оперные произведения. То есть, вообще, в принципе, у меня нет никаких рамок. Наверное, поэтому мне проще писать музыку, потому что у меня есть очень много мотивов в песнях, и все думают, ой, там, класс и хип-хоп, а на самом деле я вдохновилась, там, симфония Калинникова. То есть, знаешь, как бы, мне кажется, что самая такая большая часть, неотъемлемая для композитора, это быть меломаном и понимать, что, в принципе, происходит в каждой из культур. В каком стиле ты пишешь музыку? Ты знаешь, я очень долго себя искала, не могла найти себя, в принципе, на рынке, я не знаю, как это правильно сказать, да, в шоу-бизнесе, не понимала, где мое место. Вроде бы вокальные данные есть, но ты же не можешь петь постоянно попсовые песни, да, и все будут с этими одинаковыми попсовыми песнями. И как-то я вроде бы пишу, они хорошие песни, но вот они просто хорошие. И как-то мы сидели на студии, вот у меня есть друг диджей Давид, очень талантливый саунд-продюсер, он написал бит, и мне начали ложиться слова, и это получилось попсовая песня. И он говорит, а давай попробуем речитативом. И я понимаю, что это уже перерождается в хип-хоп. И так родился трек «Забери меня домой». Дальше, когда мы уже все сидели, записали, он показывает еще один бит. И опять у меня все просто как полилось, он показывает мне, как правильно где-то зажать, где-то прижать, какие-где либо спеть, либо, если кто-нибудь зад, то там типа такая типа штука музыкальная. И когда мы начинаем все это записывать, я пишу текст, музыку, и так рождается песня «Очаровно тобой». Я думаю, господи, мы за один вечер ее записали. Я такая думаю, капец, это вообще, это что за трек? Такого на рынке русском нет. И было очень страшно, потому что хип-хоп пели только парни. И как бы все постоянно говорят, Люся, у тебя такие голосовые данные, читать рэп. Типа делать хип-хоп это очень странно. Потом я тут увидела, что Бьонс начала тоже делать хип-хоп. И я такая, все, ничего не волнует, я буду делать хип-хоп. Мне прислает мой знакомый оранжевку, сказал типа, как тебе она, оцени. Мы были на съемках, примерно как сейчас с вами. И я понимаю, что у меня просто полились слова, полились словосочетания. Музыка, мелодия. И я начинаю прям сверху писать. Мужчина говорит, стоп, инград, ну люс, у нас мотор. Я говорю, нет, нет, подождите. Так родился трек ночью и днем в стиле хип-хоп. И вот как-то вот постепенно, постепенно я понимаю, что душа-то вот туда как бы смотрит. И я понимаю, что каждый трек, он все-таки идет вот кэрин бик, хип-хоп. Но сейчас у меня выйдет альбом осенью. И там очень интересный такой нюанс. Вот, например, как в треке «Забери мне домой». Вот ты как думаешь, в каком направлении? Как-то так. Не туда, не сюда. Да. Вот я про это же говорю. И сейчас у меня будет такой альбом, который начинается любой трек хип-хоп, припев эстрада. И то есть ты не понимаешь какой-то точный стиль. Но я очень рада, что я себя нашла в этом. И я надеюсь, что все, что я делаю, очень скоро вообще превратится в другие масштабы. Потому что сейчас, когда любой артист находится на своем месте, он не понимает, а что там за забором, как на него смотрят, по ту сторону экрана, как к нему относятся. И когда я ко мне подходит, говорят, у тебя такой колоссальный рост, а мне кажется, что у меня вообще ничего не происходит. Поэтому я надеюсь, что с выходом альбома я еще на маленькую ступенечку буду ближе к своей цепи. Как родилась песня «Заморочила»? Очень смешно. Я не знаю, почему у тебя выбор пал именно на эту песню, но она одна из немногих, которая написалась, очень смешно. Я просто пела в душе. И начала петь «Заморочила» Начала петь мотив, прикольно. Ну, короче, она была типа от мужского леса. Я показываю другу, говорю, слушай, может, есть какие-то друзья, знакомые пацаны, кому нужна эта песня, может, кому-то из артистов предложить. Потому что мне так нравится, она у меня постоянно заела. Он говорит, это такой трек, типа, Люся, ты что? Я говорю, в смысле? Он говорит, быстро все менять под женского лица надо делать. В итоге я там переделала чуть-чуть куплеты, переделала припев. И вот, собственно, заморочила стала от женского лица, от моего. И честно, она хорошо набирает обороты в интернете. Я прямо смотрю за ростом, приятно. Люся, расскажи подробнее о своем дуэте со смешем. Поподробнее. Есть у меня такой близкий друг, товарищ. Его зовут Андрей Резников. Он является композитором нескольких моих треков. Там «Плохая девчонка», «Два выстрела», «Пинаколада». Давайте вспомним всех. Очень талантливый композитор. Он мне как-то при встрече говорит, «Кстати, с тобой я хочу сделать совместный трек Андрея с Мэшем». Я думаю, ну, классно, прикольно. Он как бы закинул мне уточку, и все, время пришло. Проходит время. Мы пересекаемся с Мэшем на дне рождения. Мы не знакомы. И я понимаю, что он меня не знает. Я думаю, наверное, как бы он мне пошутил, наверное. Я думаю, ну ладно. Ну как, не пошутил, там просто, может быть, что-то там, какие-то свои мысли. Потом встречаемся на Big Love Show. Опять оказывается, он мне говорит, он за тобой наблюдает и хочет совместный трек. Я говорю, ну как же вот человек наблюдает, и я стою рядышком, а он меня не знает. Я думаю, мало ли, ну может там занят еще что-то. Ну окей. Я в итоге забила, и ко мне возвращается с вопросом опять же вот мой друг. И говорит, все, смеш созрел, давайте делать трек. Показывает мне песню. Я понимаю, что это просто не песня, а что-то вообще вау. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!